Теперь Сирия. Сегодня вечером объявлено, что войска Башара Асада взяли город Аль-Хадир к югу от Алеппо. Он считался главным оплотом террористической группировки Джабхат-Ан-Нусра, запрещена в России. Военные очищают от боевиков окрестные деревни. Это важно, чтобы обеспечить безопасность главной правительственной трассы, ведущей из Алеппо на юг в Хомс, а оттуда и в Дамаск. За продвижением сирийской армии следят и там, куда не дошла зона боев. В Тартусе, где базируется обеспечение военно-морского флота России, прошел митинг в поддержку операции наших воздушно-космических сил. Репортаж Михаила Акинченко. Спасибо, Россия! Да здравствует Россия! Скандируют жители Тартуса на арабском и на русском. В руках у многих портреты президентов двух стран – сирийские и российские флаги. Студенты держат плакаты, написанные на кириллице. В школах и университетах Сирии только с этого учебного года русский язык стал частью обязательной учебной программы. Пока выучили в лучшем случае лишь несколько слов, но за молодежь, говорят люди старшего поколения. Те, кто когда-то учился в Советском Союзе. Спасибо вам, наши друзья. Вы нас поддержали, вы нас помогаете. Мы вас благодарим очень сильно. Спасибо вам большое. Сирия и Россия – это братья. Только брат может делать то, что желает Россия. Друг окажется рядом с другом только когда есть трудности. Мы вам очень благодарны. Очень благодарны вас, что вы нам поддерживаете, вы помогаете. Весь этот народ от души говорит спасибо, Россия. Тартус – один из самых спокойных городов Сирии. Война сюда не дошла, но о том, что это такое, тут знают не понаслышке. Ведь сейчас почти треть жителей города – беженцы из других районов страны. Еще недавно среди них было немало тех, кто собирался и вовсе покинуть родину, уехать как можно дальше. Теперь об этом стараются не думать. Больше говорят о другом будущем. Когда снова наступит мир, можно будет вернуться в покинутые дома и жить как прежде. Эта акция больше похожа на праздник. Да, в общем, это он и есть. Многие здесь отмечают последние успехи правительственных войск. На акцию приглашали и российских летчиков. Безусловно, все, с кем мы здесь разговаривали, признаются, что хотели бы лично поблагодарить тех, кто сейчас с воздуха поддерживает наступление сирийской армии и помогает освободить страну от террористов. Спасибо, Россия! Спасибо, Россия! Спасибо, Россия! Спасибо, Россия! Летчики приехать не смогли, постоянно на боевых заданиях. Впрочем, здесь, кажется, вообще рады видеть всех, кто просто говорит на русском языке. Стоит только на вопрос, откуда вы, ответить из России, как тут же просят сфотографироваться вместе и потом долго благодарят за поддержку. Слово «шукран», то есть «спасибо» звучит, не смолкая. Шукран, Русия! Шукран, Русия! 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 Такие праздники для Сирии еще большая редкость. Здесь постоянно помнят об опасности. Относительное спокойствие в любой момент могут нарушить выстрелы и взрывы, как это было в октябре в Дамаске, где людей, собравшихся точно на такую же акцию, боевики обстреляли из минометов. Но этот праздник в Тартусе сегодня ничто не омрачило. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Виктор Аверин. Первый канал. Сирия.